Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем прохождение Farm Manager 2021. И поздравляю, друзья! Мы заработали свой первый миллион. У нас отличное производство, у нас хватает фруктов. Здесь тонна у нас нормально перерабатывается, здесь у нас тоже тонна. У нас уже практически полностью созрел урожай. О, уже начинают собирать черные смородины и крыжовника. Потом у нас сейчас соберут мак, и мы можем вот здесь вот перерабатывать мак, чтобы не трогать больше овес, потому что мак все-таки будет гораздо выгоднее у нас продаваться. И из проблем у нас, ну, только не хватает перепелов. Давайте посмотрим. Да, у нас перепела здесь автоматически доставляются, пока все идет своим чередом. Нам нужно дождаться примерно месяц-полтора, когда у нас соберется с полей полный урожай, заполнятся у нас все склады. Смотрите, во-первых, у нас очень много силоса, и цена на него начинает потихонечку расти. Я думаю, что если мы вот так вот 10 тонн продадим, то мы значительно освободим место. Свекла тоже немножечко начинает расти, тоже 10 тонн мы с вами продаем. Дальше овес. Ну, овес у нас перерабатывается в муку, следовательно, мы его трогать не будем. А солома у нас используется для коз. Давайте тоже 10 тонн мы тоже продаем. Отлично. Сечки у нас хватает, навозу у нас прям просто какое-то огромнейшее количество. Ну, давайте пока продадим 10 тонн. У нас, в принципе, навозоприемники огромные. Ну, все, друзья, ошибок нету. Все, прибавляется курица, там всякие малина, пшеница, мак. Даже мы уже собираем. Можно будет в скором времени... А, во, привезли как раз. Постоянно подвозят малину, постоянно подвозят клубнику, чтобы все у нас делалось автоматически. И, кстати, нам только что выдалось сообщение о том, что у нас, кажется, сделался курс очередной. Давайте сейчас на паузе посмотрим. Смотрите, есть наука, которую нужно будет изучать целый год, но зато она дает повышение качества и количества урожая на 10%. Дает доступ к специализированным курсам. То есть, вот здесь вот ниже можно будет еще изучить за 3 дня, за 60 дней. Давайте пока подождем. Может быть, смотрите, повышает работоспособность сотрудников на 20%. Да, вот это вот выгодно. А потом мы с вами более дешевых сотрудников будем нанимать. Мне кажется, это очень хорошо. И еще я подумал, что у нас очень часто сюда приезжают машины, которые собирают яйца. Давайте мы немножечко изменим. Вот здесь вот так. Мы там собрали поле ржи, кажется. Это отлично. Вот здесь я предлагаю реже собирать, например, вот так вот 200, чтобы машины сюда не приезжали так часто. Потому что я заметил, что постоянно туда-сюда катаются машины. Смотрим. С перепелами нормально, с курятником все добавляются. И одно из заданий «Произведи пшеницу» мы уже сделали. Сейчас у нас должно... Через 9 дней это поле, через 30 дней следующее поле. И через 12 дней, через 30, мы полностью выполним все это задание. Самое главное сейчас не прозевать. 64,80. Нет, здесь у нас все в полном порядке. Здесь 90. Тоже умещается и сарай. Сейчас проверим. 100 из 150. Тоже никаких проблем нет. Все здесь у нас хорошо. Наверное, стоит переключиться сейчас с овса на мак. А здесь, наверное, стоит переключиться... Вот сейчас последнюю как раз морковь мы с вами доделаем. И переключимся на капусту. Нам здесь должно будет выдастся сообщение. Итак, готово. Морковь у нас закончилась. Сразу же выдалось сообщение о недостатке моркови. Переключаем на производство капусты. Так как мы ее собрали уже достаточное количество, пусть теперь вот эти вот сотрудники у нас производят квашеную капусту. И посмотрите, друзья, у нас скопился огромный урожай черной смородины, а малина у нас заканчивается. Следовательно, мы малиновое производство сейчас переводим на черно-смородиновое. Все. К тому же это будет больше по зарабатыванию денег. Что ж, друзья, оставляем. Еще один курс у нас завершен. А здесь три поля пока что нужно будет дособрать. Давайте тогда на паузе посмотрим еще, какие курсы мы можем сейчас быстро изучить. Смотрите, 20 дней уменьшает цену машин на бирже. Ну, я не планирую пока закупать. Цену земли тоже пока не планирую. За 14 дней увеличивает скорость восстановления работоспособности. Тоже не нужно. Вот за 7 дней находишь 10% более дешевых работников. Это я изучу, потому что мы с вами нанимаем на лето вот этих вот работников. И каждый из них, вот когда они уволятся, следующий будет еще дешевле у нас наниматься. Следовательно, меньше будут у нас выплаты. Миллион сто мы уже накопили. Приличные деньги. Еще одно задание мы с вами выполнили. Мы с вами собрали 2 тонны овса. Теперь только осталось гречиха и рожь. Давайте сразу же посмотрим. На гречихе какие у нас проблемы? На гречихе якобы не хватает комбайна. Комбайн ксена. Давайте. Неужели у нас этот комбайн ксена? Да, он у нас где-то работает. Вот он у нас работает. Но второй покупать, мне кажется, это будет очень дорого. К тому же у нас больше нету места. Нет, не будем покупать. Стоит он действительно дорого. Он у нас мощный, хороший. Трактористов у нас достаточное количество. Проблем у нас нет склада подовез. Вот это вот уже интересно. Давайте сейчас посмотрим. Здесь якобы нет склада подовез. Неужели мы с вами полностью забили практически все? Что ж, я тогда предлагаю овес 34 тонны. Мы 10 тонн продадим. Вот так продаем. И у нас ошибка должна сейчас автоматически будет убраться. А здесь у нас все идет очень хорошо. Кстати, там было написано, что в коровнике у нас родились новые коровы. Давайте посмотрим. Да, по 4 штуки теперь везде. Можно будет временно переключиться на коров. Собрать неплохой урожай. Во, еще один курс у нас завершен. Как-то у нас дни пролетают прям один за другим. Тогда изучаем следующую науку. Где-то здесь было за 14 дней находить на 20% более дешевых работников, либо увеличить работоспособность за 16 дней. Давайте все-таки изучим вот эту сначала науку. А потом, ну у нас тут уже близится зима. Потом, наверное, можно будет взять более дешевых рабочих. А тем временем у нас начался сбор гречихи. Да, как раз у нас тонну гречихи мы с вами собрали. И теперь ждем, когда сюда приедет у нас трактор. Нет склада, маленькая силостная башня. А вот это вот уже интересно. Нет склада. Не достает, выходит, до этого поля, все силостные башни. Это хорошо, что мы заметили. Давайте мы тогда сделаем здесь даже немаленькую силостную башню. Странно. А вот же у нас должна доставать без проблем. Но ее уже недостаточно. Поэтому устанавливаем вот сюда еще одну дополнительную силостную башню, которая у нас покрывает огромный радиус. Если мы будем расширяться в эту сторону, то все у нас тоже покрывается без каких-либо проблем. Давайте посмотрим, как у нас производство клубники. Клубника заканчивается здесь. Черная смородина тоже очень быстро перерабатывается. Клубнику нет. Клубнику нам постоянно подвозят. С клубникой нет проблем. А вот черная смородина действительно скоро закончится. Итак, курс завершен. И завершили мы еще выполнять задание. Скоро тебе нужно будет начать производство органических масел и продуктов. Подготовься заранее и начни выращивать органическую коноплю и органический лен. Вот это вот уже, друзья, интересно. Кстати, помните, я хотел как раз выращивать лен, но нам нужно будет его выращивать не простой, а вот такой вот органический. Давайте посмотрим подробности этого задания. Посади конопля на поле размером 0,2. И посади лен на поле тоже размером 0,2. Обязательно с пометкой био. Нам нужно будет выращивать. И, следовательно, мы будем делать био-льняные семечки, которыми мы, наверное, а так не получится. У нас не получается смешивать вот в этих вот курятниках или в других всяких там коровниках биологические и небиологические корма. Так что это пойдет чисто, я так думаю, на продажу. Ну что ж, давайте. 0,2 гектара. Это солидные такие поля. Нам нужно будет сейчас предусмотреть большое место, куда мы это вот сюда, наверное, мы сможем уместить. Поэтому погнали, друзья. Длину у нас все до конца 76. И здесь вот у нас 0,2,13. Итого, это будет у нас поле лен, а это у нас будет поле конопли. Отлично. Но поля должны быть обязательно органические. Следовательно, мы ставим галочку органические, пишем лен, лен органический. И здесь, посмотрите, автоматически подставляется только лишь навоз и только лишь жидкий навоз. То есть химических ингредиентов никаких мы здесь не можем себе позволить. Отлично, друзья. Давайте. А здесь нам нужно будет органическую коноплю. Вот. У нас конопляр, органический продукт, тоже автоматически подставился навоз. Все, друзья. Посмотрим, чего нам не будет здесь хватать. Наверное, нам сразу же выдастся какие-нибудь ошибки. Так, скоро нужно будет начать, сделаю органический лен и коноплю по 0,2 гектара. У нас здесь 0,2 гектара и здесь тоже 0,2 гектара. Чего не хватает? Здесь трактора не хватило, а здесь у нас тоже трактора не хватило. Да, действительно, нам, наверное, нужно будет построить еще один гараж. Кстати, а достают ли они? Ох, у них какой огромный охват. То есть, до любого конца поля у нас все без проблем достанет. Ну что ж, сейчас самое главное, чтобы все вот это успели посадить до конца лета. Потому что иначе нам придется опять дожидаться зиму, как в прошлый раз. Давайте посмотрим, какие проблемы. Трактор. Я принимаю решение, что нам нужно будет еще вот одну такую площадку, либо как-то утрамбовать все предыдущие площадки. У нас есть только парковка за 15 тысяч и есть гараж. Крытая парковка для малой сельскохозяйственной техники на 6 парковочных мест. Повышает долговечность машин на 30%. Вместимость 12 парковочных мест. То есть, вот это все-таки нам будет, я думаю, выгоднее. Ну, давайте все-таки вот здесь вот тогда установим. Это получается, что единственное место, где мы можем... Ага, электричества нету. Очень интересно. Не может такого быть. Все тут есть. Нормально. Нам еще тогда нужно будет закупить здесь трактор Рего. Закупаем. Стоит он новый 45 тысяч, но у нас такие деньги есть. Вот здесь будет трактор забирать всю вот эту нужную технику. Можно будет второй комбайн купить. Давайте посмотрим. Может быть мы рабочего. Смотрите, здесь 8 из 8. 6 из 8. Нам трактористы еще одного надо хорошего купить. Выносливость с переработкой. 1400. Не будем пока что его брать. Дальше. Здесь у нас нету выгодных. Здесь у нас переработка с животными. Тоже нету выгодных людей, к сожалению. Придется подождать. Во, пошел человек. Интересно, куда он сразу же поедет. Какой он элемент сразу же себе подцепит. И что он будет здесь делать. Так. Он у нас тюкование сейчас делает. То есть он у нас сейчас делает солому, который бы неплохо продать. Потому что мы опять сейчас захламим все. Ну давайте, наверное, вот так вот 6000 продадим. Цена более-менее стабильная. Здесь все в порядке. В порядке. Свекла у нас тоже продается. А как у нас с вареньем дела обстоят? Цены опять начинают расти. На малиновое варенье немножко упали. Вон, на квашеную капусту резко выросли цены. И на черную смородину я боюсь, что цены... А у нас зима скоро. А зимой всегда цены на варенье у нас повышают. Следовательно, мы продавать это не будем. Лучше продадим вот так вот перепелов и овсяную муку. Всего лишь полторы тонны за 21 тысячу. Это, кстати, очень неплохие деньги. Ну и давайте вот этот вот морковный сок и шерсть на пике цен тоже продаем. Рожь. Ржи у нас прям много. Продадим вот так вот 6 тонн. Где-то 7 тысяч мы заработали. 8 тысяч 500 мы с вами, кстати, заработали. Ну все. А как у нас по поводу козьего молока? Нет, цены все еще продолжают падать. И овечье молоко тоже цены продолжают падать. Нам придется дождаться, когда закончится вот это вот глобальное падение цен. И следить за ошибками и за выполнением задания. Посади конопля на поле. Начинается уже процесс высадки. Так, вспахано. Чего не хватает? Культиватор эстера. А здесь что у нас не хватает? Посмотрим. Тоже культиватор эстера. Я думаю, что мы сейчас не зря вот эту штуку построили. Мы сразу купим дополнительный. Скорее всего он здесь. Дополнительный культиватор эстера. Стоит он всего лишь 1500. Покупаем его и устанавливаем. Ну я думаю вот так вот прям рядом с трактором. Можно будет установить. Все. Теперь у нас есть необходимые инструменты, чтобы у нас вот эти поля как можно быстрее вспахали. Перейдем теперь на переработку мака. Это будет и выгоднее. И не нужно будет перерабатывать овес. К тому же он у нас начинает заканчиваться. Все. Давайте. Переработка мака. Мак завезут. Проблем у нас не будет. Капусты у нас тоже огромное количество. Клубники прям очень много. Черной смородины. Пока урожай собирается, будет все тоже очень хорошо. Ну что у нас тракторит стоит? Почему они не едут? Чего они ждут у нас? Когда вот здесь вот требуется прям много рабочих. Здесь курятник, крыжовник, урожай собран. Все идет хорошо. Трактор у нас уехал. Вполне возможно, что нужно нанять еще одного сотрудника, который у нас хорошо работает на машинах. И еще и с выносливостью, чтобы у него были. Смотрите, выносливость животные, выносливость сады и просто выносливость с машинами и пчеловодством. Пока что нам не везет. Во, начали сразу же перерабатывать молотые семена. Смотрите, за 100 килограмм тысячу получаем. Я считаю, что это прям вот неплохие деньги. Черная смородина, крыжовник. Давайте поменяем. Вот здесь вот черную смородину. Пусть она немножко подкопится. А мы пока полностью переходим на крыжовный джем. А клубника у нас прям делается, делается, успевает подвозиться. Так что, я думаю, клубнику мы оставим вот так вот на постоянку. И у нас уже миллион двести. И по заданию нам нужно будет высадить весь вот этот вот урожай. Недостаточно работников у нас пока что. Давайте посмотрим, есть ли у нас свободные работники. Да, у нас тракторист ничего не делает. У нас с растениями ничего не делает. И второй тракторист у нас почему-то тоже не работает. Вот это вот, друзья, удивительно. Смотрите, трактор есть. Плуг вот этот вот есть. Культиватор эстера. Но почему-то у нас свободные люди... А, все, разъехались. Просто, видимо, я такой момент нашел, когда они у нас были очень-очень заняты. А можно приоритет как-то повысить, чтобы сюда... Вот, давайте, повышаем здесь приоритет. И повышаем на этом поле приоритет, чтобы в первую очередь до конца зимы нам успели вспахать и засеять вот эти два участка. Здесь что, нужно только лишь посадить. Все, я думаю, по приоритету сюда трактора направятся в первую очередь. Пришла осень, большинство культур дает урожай. Работа на полях постепенно заканчивается. И наступают морозы, друзья. То есть мы, наверное, да, мы не успели. Некоторые виды работ в поле невозможны из-за приближения зимы. И здесь нет. Коноплю мы можем. Идет культивирование. Так что коноплю мы успеем посеять. Но это нам не главное. Потому что мы все равно не успеем сделать лен. Придется нам опять пропускать целый год. Ну и, видимо, за этот год мы накопим еще один миллион. Так что с любым заданием мы с вами, друзья, справимся. Вот, смотрите. Взял он вот эту вот сеялку эстера и начал сразу же здесь что-то производить. У нас началась осень. Вовсю собирает урожай. Смотрите, работают все наши четыре трактора. Сразу на полях выехали. И у нас практически не осталось проблем, кроме перепелов и поле охваченной болезни. Это у нас снимается автоматически. Сюда приходят люди, вот на это травяное поле. И начинают здесь все обрабатывать химикатами. Итак, я предлагаю выучить следующую науку. Увеличивает вместительность складов на 10%. У нас склады уже заполнены. Здесь вот теперь автоматически появляется вот такая надпись. Осталось столько-то дней до конца обучения. Смотрим за ошибками. Траву у нас сейчас уже сделали. А перепела у нас постоянно доставляются на завод по переработке. Вот с этих вот куриных ферм. Ну что ж, смотрите, дождик прошел. У нас уже октябрь месяц. Скоро у нас начнут увольняться вот эти вот сезонные рабочие. После декабря, после 6 декабря. И в принципе, посмотрите, из 52 человек почти все у нас работают. Все у нас заняты. Где-то распределены на полях. На полях нет никаких значков. Все у нас отлично. Ну что ж, друзья, у нас уже поздняя осень. Техника вышла на поля. Собирает урожай. Посмотрите, как у нас активно все происходит. Я пока за кадром буду подбирать себе персонал. Самых лучших. Обязательно с пометкой выносливости. И нам нужно будет дождаться, когда у нас смогут засеять вот эти вот два поля. У нас наступила зима. Скоро наступит зима. И мы пока что не можем выполнять некоторые виды работ. Так что нам придется, друзья, подождать. Давайте посмотрим, можем ли мы здесь нанять на паузе каких-нибудь уникальных сотрудников, у которых есть и выносливость, и машина. Вот, мы можем, кстати, нанять неплохого тракториста Георгия Киселева. Но нам нужно переработчика, чтобы у него было с переработкой. А также я хочу заменить везде животноводов, которые у нас работают в коровниках и в курятниках, чтобы у них тоже был вот такой вот значок выносливости. Ну ладно, давайте мы вот этого тракториста закупим. У нас будет больше разнообразия. Что ж, закупаем его. Сразу прокачиваем его в профессиональные навыки. И готово. Он сейчас, я думаю, отправится сразу же. Проживает в здании. И, наверное, он возьмет свободный трактор. Вот у нас раз свободный трактор, два свободный трактор. И он начнет что-нибудь делать у нас на полях. И у нас выдалось предупреждение, что у нас не хватает уже склада, небольшого сарая, овечье молоко. Да, склады у нас, друзья, закончены. Нам придется что-то немножечко продавать, либо построить новый склад. Давайте, у нас денег очень много, уже миллион триста. Я предлагаю сразу же построить дополнительный склад. Вот сюда можно будет уместить один из складов. 12 тысяч мы с вами потратили. Сейчас у нас вот эти все ошибки должны автоматически уйти. А знаете, почему у нас склады переполнились? Склады у нас переполнились только лишь из-за того, что я никак не могу продать ни козье молоко, ни овечье молоко. Они постоянно падают в цене. У нас пока что не меняется тенденция. И я пока решил принципиально их не продавать до тех пор, пока у нас обратно цена не вернется там к нужным величинам. Посмотрите, здесь у нас 12 тонн. И у нас козье молоко 47 практически тонн. Вот поэтому у нас заняты все вот эти вот склады. Ну все, ошибка у нас полностью убралась. Не хватает перепелов. Они автоматически у нас вот рождаются и доставляются вот сюда вот на скотобойню. И сейчас просто нужно проматывать время и ждать, когда у нас пройдет зима. Итак, у нас завершился очередной курс. И я предлагаю следующей наукой изучить ускорение перевозок товара в город и из города. Позволяет перевозить различные товары в одном грузовике. Всего за 14 дней мы выучим эту очень полезную науку, которая даст нам дополнительную прибыль. У нас уже миллион 300, друзья. И еще какой-нибудь выгодный для нас курс. Смотрите, увеличивает вместительность складов на 20% всего за 30 дней. Да, я думаю, что мы это с вами обязательно сейчас изучим. Ошибок у нас никаких нету. Здесь у нас все прибавляется, рождается и дополняется. Отлично. И нам сейчас нужно просто будет переждать зиму. 28 ноября. Сейчас, я думаю, уже должен со дня на день пойти снег. А пока у нас все работы на полях, как видите, приостановлены. Причем как на тех, которых мы сделали раньше, так и для тех, по которым нам сейчас нужно будет выполнить задание. Пришла зима, наступают первые заморозки. Пылевые работы пока окончены. Теперь стоит сосредоточиться на здоровье животных и отремонтировать машины после тяжелого рабочего сезона. Сейчас у нас заработает вот этот вот мастер. Начнет ездить по тракторам, по прицепам, по всяким сейлкам. И все это отремонтирует. Я очень надеюсь, что сейчас он наконец-то вернется из запоя и возьмется за работу. Ну смотрите, пошел первый снег. У нас собрали урожай. Теперь просто ждем на полной скорости, перематываем. И у нас пока что не повышаются цены ни на овечье, ни на козье молоко. У нас его скопилось на складах уже там по 50-60 тонн. Мы пока его держим и не продаем. Хорошо, что в этой игре не предусмотрено такое, что, например, это молоко может полностью прокиснуть и его придется выливать. Так что можно копить его до бесконечности. И у нас зима. Наверное, все временные рабочие у нас полностью закончили свою работу. Курс, как вы видели, только что один завершен. Давайте на паузе посмотрим, что мы можем еще из более выгодных сделать. Смотрите, повышает скорость производства. Здесь будет 90 дней. Сначала я бы предпочтел сделать какие-нибудь быстрые. Вот смотрите, увеличивает вместимость складов на 30%. За 30 дней уменьшает цену машин на бирже. Вполне возможно, нам придется закупать новые машины 20 дней. Уменьшает цену земли на 10%. Вполне возможно, в скором времени нам придется покупать новые земли. Сейчас покажу. Да, давайте мы выучим вот эту вот науку. И я хочу посмотреть, что после недавнего обновления нам добавили рядом с нашей фермой вот такую вот еще одну заброшенную ферму. Мне кажется, что в скором времени нам скажут купить вот эту вот землю и полностью скупить и перестроить вот эту вот заброшенную ферму. Смотрите, она находится прямо рядом по соседству с нашей. Так что как раз мы к тому времени понизим цены. И у нас еще какая-то ошибка. Полеохваченная болезнью. Одна из теплиц у нас заразилась, но все нормально. На молокозаводе я полностью поменял всех людей. У меня теперь все люди с выносливостью. Курс завершен. Успех. И давайте на паузе опять с вами какую-нибудь науку еще дополнительно изучим. Смотрите, за 30 дней увеличивает склады. Давайте начнем с конца. Здесь 300 рабочих нам будет не нужно. Повышает количество урожая. Это целый год нам нужно будет ждать. Увеличивает скорость восстановления работоспособности рабочих, работающих на ставку на 15%. Но вот это вот неплохо. Да, давайте мы вот эти вот науки с вами изучим, чтобы работоспособность всех рабочих у нас увеличивалась. И нужно будет посмотреть, не переполнилось ли у нас здесь все в порядке. Со складами самое главное. 180-140. Уже тоже на пределе. И я прям с минуты на минуту жду, когда у нас вот козье овечье молоко переломит тенденцию к падению и начнет расти. Я думаю, что мы там сразу продадим, наверное, полмиллиона или даже больше. А у нас уже полтора миллиона мы с вами заработали. Отлично. Да, я только что видел. Вот здесь только что ездили. Трактора чинили. Прицепы чинили. Так что иногда... Вот он опять у нас куда-то уезжает. Вот, поехал. Ох ты, как интересно. А, вот он этот трактор решил у нас отремонтировать. Смотрите, колеса поменял. Зимнюю резину нашему трактору поставил, чтобы он у нас работал и зимой. Я постепенно заменяю людей только на самых лучших. И чтобы у них не было вот таких вот двойных работ. Давайте посмотрим, где он сейчас работает. Направляется на склад и обрабатывает малину. Так, мы еще с вами один курс завершили. Давайте мы вот этого уволим. И сюда нужно будет назначить еще одного растения и вода. А пока что мы с вами изучаем еще один дополнительный курс. Здесь 30 дней нам не нужны работники. Здесь целый год. Это очень долго. Увеличивает скорость восстановления за 14 дней. Да, можно, наверное, это изучить. Она у нас откроет дорогу к дальнейшим наукам. Ну и пока у нас зимние затишки, я думаю, что неплохо бы продать все те товары, которые мы произвели осенью. Смотрите, варенье на пике цен хорошо бы продать. Зимой у нас всегда цены повышаются. И мы начали делать черно-смородиновое варенье, которое, я чувствую, не особо-то и поднимется в цене. Но оно у нас захламляет весь инвентарь. Здесь у нас по 37 на квашеную капусту продали. Курс еще один завершен. Давайте посмотрим, сколько мы на маке. 35 можем сделать. Перепелиное мясо начинает подрастать. Молоко мы с вами производим. У нас крыжовник накопился, клубника. А черная смородина у нас пока что заканчивается. И мы никак не можем продать козье молоко. Цены на нее еще больше упали. На овечье молоко тоже упали. Ладно, я все равно буду ждать. Я все равно хочу продать их на максимум цен. Смотрите, нет у нас никаких ошибок. Нет у нас никаких проблем. Единственное, только нужно будет обязательно назначить какую-то новую науку. Смотрите, за 30 дней увеличивает вместительность складов на 30%. Очень хорошая штука. Уменьшает цену машин на бирже. У нас скоро начинается пассивная. И тут всего 20 дней. Давайте мы вот это вот изучим. Потому что вполне возможно нам придется закупать еще какую-нибудь технику. А на 10%, даже на 20% это очень неплохая прибавка будет к нашему бюджету. Ну и я продолжаю вот так вот за кадром выискивать самых лучших людей. И здесь выбирать их, чтобы обязательно были они с выносливостью. Я уже двоих заменил. Одного животноводы и одного по переработке. Пока что других у нас больше нет. Только самые элитные сотрудники у нас работают. У нас уже 14 февраля. Я так думаю, что у нас должны вот сюда вот уже начать наниматься люди. Да, потихонечку начинают приходить. Смотрите, какая у них цена. В прошлый год мы нанимали по 800 денег, а сейчас по 600. И в принципе даже можно и эту цену тоже снизить. Да, они скорее всего недовольны своей зарплатой. Да, зарплата минус 10%. Но это все компенсируется качеством поля и декорациями, которые я везде расставил вокруг. А это, представьте здесь, 12 человек. Это значительное у нас будет сокращение. И у нас уже почти что 2 миллиона мы с вами насобирали. Никаких ошибок нету. И все у нас прибавляется. У нас даже перепелов теперь хватает за глаза. Смотрите, у нас успевают рождаться прям эти куры друг за другом. Друг за другом. Еще зачем-то один раз у нас приехали и отремонтировали этот трактор. Смотрите, он уже 90%. Он, наверное, пока здесь стоит, за зиму все-таки немножко портится. Даже если он не работает. А может быть он выезжает на поля. И у нас разблокировался значок, что здесь, что здесь. Наверное, как только сойдет снег, сразу можно будет начать работать. Кстати, можно купить еще один завод по переработке фруктов. Но я уже, честно говоря, не знаю, куда его ставить. У нас вся территория заставлена. А нам, я думаю, по следующему заданию нужно будет построить один или даже, например, два завода. Так что подождем, друзья, пока у нас вот это вот задание не выполнится, которое заморозилось на зиму. Итак, готово. Успех. Очередной курс завершен. Давайте выберем еще что-нибудь полезное для нашего производства. Уменьшает цену строений. Кстати, на 10% за 30 дней очень неплохо. Повышает минимальную цену продуктов и урожая на 10%. Это, кстати... Да, давайте вот это выберем. Это очень хорошая наука. Она нам пригодится. Как раз сейчас скоро должна у нас начаться весна. Уже у нас 4 марта. Снег скоро должен сойти. Так, и посмотрите, друзья, у нас скопилось огромное количество малины, а черная смородина у нас уже заканчивается. Поэтому давайте здесь заменим на малиновое производство. Так, вот у нас обычная малина. Все, будем делать теперь здесь малиновый джем. Два дня остается до науки. У нас какая-то проблема. Недостаточно ресурсов маг. Да, у нас маг закончился. Кстати, его можно будет закупить. Он не так уж и дорого стоит. Итак, закупаем именно вот такой вот маг. На 3 тонны. Этого хватит до того момента, пока у нас не вырастет новый урожай. Остается один день до науки. Здесь у нас курятник, клубника. Все прирастает. Так, курс завершен. Давайте на паузе выберем себе еще что-нибудь выгодное. Уменьшает цену строений на 10%. Очень неплохо. 30 дней. Но повышает минимальную цену продуктов урожая на 20%. Это, мне кажется, лучше и быстрее. Да, давайте вот это вот изучим. Это будет для нас более выгодно. Пришла весна, все оживает. Сейчас самое время возобновить полевые работы. Давно пора. У нас здесь стоит повышенный приоритет, насколько я знаю. Следовательно, в первую очередь все трактора приедут сюда. Смотрите, у нас здесь будет органический лен. Здесь у нас будет органическая конопля. Да, сразу же у нас резко не хватает тракторов. Но в первую очередь сейчас все наши трактористы. Странно. У нас здесь тоже что ли стоит повышенный? Нет, здесь у нас обычный приоритет. Непонятно, почему они выбрали вот эти вот поля. Хотя по смыслу игры, раз мы установили повышенный приоритет, должны будут обязательно поехать вот на эти поля. Да, у нас 100% выполнилась посадка конопли. Теперь мы ждем, когда у нас посадят органический лен. И наконец-то выполнится это задание, друзья. Но смотрите, у нас трактора ходят везде, только не там, где мы им установили максимального приоритета. Давайте посмотрим, что мы за зиму с вами сделали. Я только кое-что продавал. Я, например, варенье зимой продавал всех видов, потому что цены на это максимальные. Смотрите, как у нас молотые семечки. Очень хорошо выросла цена. Перепелиное мясо тоже чуть-чуть подросло. И малиновое варенье тоже продаем. Итак, курс завершен, успех. Давайте сейчас посмотрим. Здесь у нас с перепелами. На паузе сейчас выберем еще какую-нибудь науку, которая нужна нам будет вот в данный момент, так как у нас началась весна. Цена строений. Кстати, уменьшает цена строения на 10% в 30 дней. Ну, мы, наверное, не успеем, но давайте возьмем, потому что, скорее всего, сейчас нам нужно будет строить производство органических масел и органических продуктов. Может быть, за 30 дней мы даже успеем. Не успели, друзья. Зато поздравляю, мы сделали с вами предыдущее задание. Давайте на паузе. Льняное и конопляное масло издавна считается самым полезным. Построй завод по производству масла и произведи 2500 тонн органического льняного масла и 3 тонны органического конопляного масла. То есть нам, скорее всего, уже дали здесь завод по производству. Посмотрим. Вот у нас появился новый завод по переработку масел. Он у нас, как вы видите, перерабатывает и конопляное, и льняное. Следовательно, их нужно будет купить 2 штуки. Стоит это полмиллиона, а мы уже с вами заработали почти что 2 миллиона. Следовательно... Ох, какой он большой! Следовательно, мы можем купить этот завод и установить его вот сюда. Тут у нас тракторная площадка сильно помешалась. Ну что ж, друзья, давайте тогда разворачиваться и устанавливать вот это производство. Скорее всего, прям это было неожиданно, что у нас такой огромный завод. Я хотел их поставить 2, но, как вы видите, у нас не хватает места для двух таких заводов. Здесь я хочу все засеять полями. Ну что ж, давайте тогда... А здесь мы тоже не можем. Придется вот повернуть его и придется устанавливать вот в таком вот положении. Ну что ж, друзья, полмиллиона конопляное и льняное масло. Я не знаю, достанут ли сюда у нас люди. Да, вот эти вот у нас достают. Так что будет обеспечено здесь необходимыми сотрудниками. Назначаем и прокачиваем ей максимальную переработку. И нужно будет, смотрите, по производству масла льняного и конопляного. А чего у нас больше? Ну, у нас вот это поле выросло первым. Это у нас лен. Следовательно, мы будем льняное масло здесь перерабатывать. Так, оно у нас органическое. Вот органический лен в органическое масло. Поехали, друзья. Я думаю, что сейчас у нас это все сделается очень быстро. Все вот это вот задание. И мы с вами пройдем четвертую главу. 23 дня до изучения этой науки. Жалко, что я не успел. 10% было бы очень прилично для того, чтобы сократить вот это вот здание. У нас здесь недостаточно продуктов лен органический. Ну, правильно, потому что мы только-только начали его выращивать. Поэтому давайте сейчас закупим. Итак, лен органический. Стоит он, кстати, не так уж и дорого, но цена на него начинает повышаться. Поэтому 2 тонны, мне кажется, будет вполне достаточно. И здесь я предлагаю около завода сразу же расставить разукрашки. Вот мои любимые украшения. Вот эту вот урну, ящик с цветами. Давайте поставим, чтобы у нас сюда приходили рабочие. И радовались вот прямо перед входом. Чтоб они у нас радовались своей работе. Все, давайте посмотрим, как у нас дела у девушки. Так, декорации, продуктивность работы странно. Почему-то у нее минус 10%. Этого быть не может, потому что у нее переработка. Установлено на максимум. И она начала уже производить вот это вот конопляное масло. Я думаю, что сделаем мы это очень быстро. Нам сейчас главное до начала лета вот это все переработать и получить следующее задание, чтобы у нас опять не было задержек из-за зимы. Смотрите, недостаточно ресурсов сечка. А вот это вот уже интересно. Давайте закупим. Сечка стоит совсем недорого. Закупаем 3 тонны. И на нее всегда цена постоянная. Вот, смотрите, цены на молоко у нас изменились. И, следовательно, давайте сейчас посмотрим, у нас должны вырасти цены. Ох, как скачнуло. На овечье молоко 259 продаем овечье молоко. И на козье молоко. Можно даже, наверное, еще подождать. Но здесь у нас 400 тысяч. Давайте, друзья, продадим. Все. Отлично. Мы с вами заработали денег. У нас уже 2 миллиона. И тракторов... Нет, это у нас просто людей не хватает. Тракторов у нас достаточно. Тем более у нас в простое стоят аж 3 трактора из 4. Вот трактор не работает. Вот. Может быть, не хватает какой-то. Давайте посмотрим специальной техники. Нет здесь только лишь рабочих. Здесь у нас что? Тоже только лишь работников. А здесь у нас все хорошо, с рожью, без проблем. Можно будет назначить сюда еще одного человека. Чем больше здесь людей, тем быстрее у нас будет ползти вот эта вот полоска. Льна хватает. Конопля пока что еще не созрела. Через 60 дней. Но мы с вами для ускорения процесса, конечно же, закупим коноплю. И будем ее перерабатывать. Вообще, я понял, если играть в свободную игру, то лучше... Курс завершен. То лучше не делать вообще поля, потому что с ними муторно. На них тратится много количества техники, людей. Лучше все это закупать. Даже самое дорогое. То, что там по 20, например, единиц денег за тонну. Все равно это будет выгоднее после переработки. А мы пока что переходим с вами к следующему курсу обучения. И я бы хотел сначала все-таки, говорю, выучить... Это нам не нужно 300 работников. Те, которые делаются очень быстро. Вот за 10 дней уменьшаются счета. За 14 дней повышает минимальную цену продуктов урожая. Да, давайте вот это вот мы сейчас выучим. За 12 тысяч, за 14 дней. Курятники, коровники. Так, я забыл еще вот здесь вот нам очистить от овец. И здесь нужно будет продать еще одну козу, чтобы они у нас рождались постоянно. На 80% мы с вами выполнили первое задание. У нас льна... Да, вроде бы должно у нас хватить. Смотрите, какое здесь соотношение по виду производства. Примерно 2 к 1. Да, хватит. Без проблем этого льна. После этого мы тогда закупим с вами коноплю и быстро сделаем задание. У нас 26 мая всего лишь. Здесь у нас уже начали собирать какой-то урожай капусты. Отлично. А здесь мы с вами перерабатываем мак. Кстати, мак у нас должен, наверное, скоро закончиться, потому что новый урожай мака мы пока что не дособрали. Мы с вами все выполнили на 100%. Произведи льняное масло. Теперь нужно будет перенастроить вот этот наш заводик на производство конопляного масла. Давайте сразу. У нас конопляное масло, напоминаю, биопродукт. Поэтому выбираем именно вот это производство. И сейчас его нужно будет закупить. Здесь должно появиться предупреждение о том, что у нас сильно не хватает конопли, потому что мы ее вроде бы еще даже собрать не успели. А может быть собрали. Давайте посмотрим, что у нас тут по продажам. Итак, по продажам конопли у нас нет. Но у нас огромное количество варенья и цена начинает падать. Лучше пока что побыстрее продать. Во, как у нас мак вырос значительно. Овечье молоко. Цены на максимум мы продаем, так же как и козье молоко. И перепелиное в том числе. Клубники очень много, малины очень много, черная смородина постепенно заканчивается. Так, не хватает у нас конопля органический продукт. Скорее всего здесь уже рассчитано. Давайте купим на 31 тысячу вот этого вот органического продукта. И сюда сейчас его привезут. И выполним мы с вами задание. Курс очередной у нас завершен. Прямо они у нас мгновенно делаются. Давайте мы еще что-нибудь. Уже у нас коротких наук не осталось. Осталось только больше, чем 30 дней. Вот уменьшает счета на 12%. Да, давайте вот мы доучим вот эту вот последнюю науку. А дальше уже будем переходить к более длинным. Месяц, два. Ну и в конце концов будем изучать науку, которая у нас будет изучаться целый год. 365 дней. Так, что у нас? Не хватает конопли. Не может такого быть. У нас тут 6000 тонн. Соотношение у нас практически полтора к одному. Следовательно, нам нужно будет сделать 3 тонны. Да, мы спокойных. У нас хватит без каких-либо проблем. Я думаю, что задание уже наполовину скорее всего сделалось. 15% у нас произведено. Давайте докупим сюда еще одного хорошего сотрудника с переработкой, чтобы у нас там побыстрее все. Так, переработка и выносливость. Выносливость растения не будем пока этого покупать, хотя очень хороший сотрудник. Еще один курс завершен и еще один успех. Ну что ж, давайте теперь уже более длинные науки изучать. Скорость производства 90 дней было бы неплохо. Ветровая установка. Ну давайте мы ее изучим. Хотя я не знаю, у нас электроэнергия и так дается. Но скорее всего она у нас вычитается. Если посмотреть, наверное, по экономике, вот здесь вот, то, наверное, я думаю, что у нас есть вот по балансу прибыль-расходы. Где-то здесь в расходах, скорее всего, есть расход на электроэнергию. Пришло лето, пора отдыха и отпусков. К сожалению, это еще и бурный период ухода за растениями, начала сбора урожая. Отлично, смотрите, как у нас была какая-то небольшая непонятная просадка. Но здесь, это когда мы, кстати, строили очень много зданий. И здесь у нас все только лишь растет вперед. Отлично, 4 дня остается. Так, минуточку. Недостаточно ресурсов мака. Да, действительно, у нас мака не хватает. Но я думаю, что мы переведем на ржаное производство. Вот это что у нас? Рожь обычная. Да, давайте мы ее будем перерабатывать. Потому что ржи у нас прям огромное количество. И нам ее, по сути-то, и девать некуда. А мукар, жена и стоит, я там посмотрел, приличные деньги. В курятниках новые перепела родились. Конопля сейчас у нас допереработается. Половину мы уже, кстати, сделали. Все тут будет у нас хорошо. И продолжаем мы все-таки настойчиво искать самых лучших людей. Очередной курс у нас завершен, друзья. Я даже не успеваю ничего делать. Хоть у нас и ускоренная перемотка, но все делается прям очень-очень быстро. Смотрим, повышает производство 90 дней, 30 дней вместительность складов на 30%. Сейчас мы посмотрим самую маленькую. 365 дней и 30 дней это нам не нужно. Следовательно, остается только уменьшает цену строения. Тоже не первостепенные задачи. Следовательно, изучаем вместительность складов за 30 дней. Давайте все-таки вот смотрите, дождемся, когда у нас 5% вот эти вот пройдут. Посмотрим, какое у нас будет следующее задание. И тогда построим еще один завод по переработке фруктов. По идее, нам нужно сделать их 4 штуки для того, чтобы максимально перерабатывать всю ту продукцию. Малину, клубнику, черную смородину и крыжовник. Итак, друзья, давайте на паузе. Здоровая еда это органическая еда. Пора заняться и этой отраслью. И начать производство органической морковки, петрушки и яблок, друзья. Это говорит о том, что да, нам нужно будет засеивать огромные поля на 0,2 гектара вот этих вот биопродуктов. Ну что ж, давайте пока у нас... А у нас лето уже заканчивается. Мы сейчас попробуем установить максимальный приоритет. Поэтому отменяем здесь, устанавливаем обычный приоритет. Здесь на этой ферме тоже устанавливаем обычный приоритет. Дальше размечаем 3 поля по 0,2 гектара. Первое поле. Второе поле. И где-то нужно будет место для третьего поля. В принципе, мы можем пересеять какое-нибудь одно из этих вот полей. Например, смотрите, пшеница, овес. Вот овес. Можно будет от овса избавиться, но он через 10 дней закончит свой урожай. Было бы очень-очень жаль от него избавляться. Давайте все-таки попробуем, наверное, вот здесь сделать поле. Тоже где-то 0,2 гектара. Да, давайте тогда вот здесь вот засеем. Проблема, скорее всего, состоит в том, что туда у нас не будут достигать вот эти вот трактора. Здесь нам нужно будет сейчас засеять биологическую морковь. Так, отлично. Посели морковь. Сразу здесь установился у нас навоз. И сразу же устанавливаем максимальный приоритет. Будем смотреть, чего здесь не хватает. Вот какой-то новый опрыскиватель. И еще новый аппарат. Сеялка точного высева. Мне кажется, мы такую пока что не покупали. Здесь нам нужно будет посадить, так, яблоко на поле, петрушка. Давайте здесь, наверное, все-таки посадим биологическую петрушку. Да, петрушка. Отлично. Тоже она с навозом. И тоже ставим здесь максимальный приоритет, чтобы у нас здесь работали трактора. Все, готово. Ну и здесь у нас будет такой небольшой садик для яблок. Правильно? Органический продукт. Итак, делаем биологическое яблоко. Итак, яблоко. Это что у нас такое? Многолетние растения. Отлично. То есть, он не нужно будет пересевать. Она у нас всегда будет выращиваться. Ну и тут, конечно же, тоже ставим максимальное производство. Смотрим, какие проблемы. Необходимая машина, трактор Рега пока что не хватает. Ну, я думаю, что сейчас у нас вот эти вот трактора. Вот, например, у нас здесь. А давайте мы, наверное, все-таки закупим тогда еще один трактор. Да, давайте трактор Рега закупаем. За... О, цены снизились. Это мы как раз прокачивали науки. Покупаем, устанавливаем, я думаю, куда-то... Так, давайте повернем, чтобы сэкономить место. И вот сюда вот устанавливаем еще один дополнительный трактор. Теперь у нас все механизаторы будут заниматься делом. То есть, у нас вот здесь и здесь что-то... Я насчитал около даже шести таких механизаторов на пять тракторов. И у нас, смотрите, нет ни одной ошибки. Ставим максимальное ускорение и выполняем все вот эти вот задания. Очень хотелось бы, чтобы успеть до конца лета. Что здесь не хватает у нас? Так, плуг Лили. Давайте мы закупим с вами садовая жалка. Трактор. Необходимая машина. Плуг Лили. Вроде бы он не такой уж и большой. Давайте посмотрим. Плуг Лили. Да, это совсем маленькая штуковина. Занимает она один на два. Но не такая уж она и маленькая. Стоит она всего лишь 400 рублей. Устанавливаем тогда ее вот сюда, чтобы сэкономить место. И у нас трактора должны ее сейчас сразу же подхватить. И начать вот здесь вот обрабатывать. Все, подхватила. Садовая сажалка. Не помню, есть ли у нас такая садовая сажалка. Давайте посмотрим. Стоит она какие-то копейки. Размером она один на один. Давайте мы ее сейчас купим. И вот сюда вот установим садовую сажалку. Все. Теперь у нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы быстро выполнить все эти задания. Смотрите, там трактор сразу же пошел. С этого он у нас что делает? Идет пахота пока что. Отлично. Здесь у нас пахота закончилась. Идет культивирование. А здесь у нас тоже идет культивирование. Ну, непонятно. Все равно у нас хоть и с максимальным приоритетом, но почему-то... Ошибок нету. Но почему-то трактора все равно задерживаются, не едут сюда в первую очередь. Все-таки у них есть свой какой-то алгоритм. Мы с вами посадили морковь, органический продукт. Раз, два, три. Отлично. Выполнили мы первое задание. Давайте посмотрим. Так, теперь нужно будет петрушку и яблоко. Главное, чтобы сейчас у нас не застопорилось. Чего здесь не хватает? А морковь у нас уже посажена. Здесь какая-то проблема. Недостаточно сотрудников. Ну, не верю я. Не может такого быть. Здесь у нас трактор Регань. Тоже недостаточно сотрудников. Почему? Вот у нас все трактора. Вот у нас свободный трактор стоит. Курс завершен. Опять же успех. Делаем с вами следующую науку. 90 дней повышает скорость производства. Так, может быть что-то можно сделать побыстрее. Уменьшает цену строений. Здесь тоже цена строений. 30,30. Ну, нам это не выгодно. Здесь целый год за 100 тысяч. А здесь у нас позволяет нанять очень много работников. Следовательно, за 90 дней мы изучаем вот эту вот науку. Пока она самая выгодная у нас получается. Посадить петрушку, органический продукт, мы тоже с вами сделали. Теперь нужно все усилия направить вот сюда. На производство яблок. Смотрите, максимальный приоритет. Недостаточно сотрудников. Он говорит, что садового трактора нам не хватает. Сколько он стоит? Совсем маленький. Ну, давайте мы его попробуем, этот садовый трактор, купить. И куда его можно будет установить? Сюда. Нет у нас свободных точек? Нет у нас свободных точек. Ну, давайте мы садовый трактор купим. Посмотрим, чем он отличается от обычного трактора. Вот такой вот маленький тракторок, который сразу же поехал. Я специально его докупил. Чисто для того, чтобы побыстрее сделать вот это вот задание. И посмотрим сезонных рабочих. Работают они у нас за еду, практически за копейки. И будут работать они до 6 декабря. Отлично. То есть сотрудников... Вот в чем проблема. Я понял. У нас, скорее всего, садовые работники, да, почти не достигают вот этого места. Следовательно, я думаю, можно будет установить вот сюда вот еще одно здание для сезонных рабочих. Да, давайте мы вот сюда тогда установим. Разворачиваем его. И он должен у нас здесь вот хорошо уместиться. Все. Тогда сразу же здесь поставим ограничения. Хотя можно и не ставить ограничения. Пусть они нанимаются. Только цену нужно будет сразу убавить. Давайте. Итак, убавляем цену. Здесь 900 в месяц. Давайте еще вот так вот. 800 в месяц. 12 человек нам, скорее всего, не нужно. Вот так вот 6 человек пусть нанимается. И у нас здесь, в этой области, действительно нет электропитания. Но я думаю, это вообще не проблема. Подведем до ближайшего столба. Деньги у нас, слава богу, есть. Вот сюда. Отлично. Итак, вложенные деньги нужно вернуть. Продай 5 тонн органической моркови, 2 тонны петрушки и тонну органических яблок. А также, ох ты, 200 страусиных яиц. Но мы их, наверное, сейчас закупим. И 450 перепелиного мяса. Нам все это нужно будет сейчас продать. Ну что ж, 200 страусиных яиц. Интересно, сработает эта штуковина или нет? Давайте с вами рискнем. Итак, купить страусиные яйца. Нам нужно будет купить 200 штук. 200 штук. Получается это, ну, приличные получатся деньги. 7 тысяч, кстати, не так уж и дорого. 200 штук. И теперь, подождите, и теперь мы страусиные яйца... А, их еще не привезли. Их нужно ждать, когда они привезутся у нас из-за города. Так, нет садового опрыскивателя. Давайте посмотрим. Для яблока. Ну что ж, давайте купим садовый опрыскиватель. Правда, у нас уже вроде бы на территории места нет. Итак, вот у нас садовый опрыскиватель. Размер его 1 на 2. Стоит он 15 тысяч. Ну, не такие уж и большие деньги. Ну что ж, придется его нам вот здесь вот докупить. Чтобы с яблоками тоже все было очень хорошо. Ну а мы тем временем попробуем продать 200 страусиных яиц. Куда они у нас подевались? А вот они у нас, страусиные яйца. Что ж, давайте продадим. Смотрите, мы потеряли, кстати, не так уж и много. Всего 1000 и выполнили, да, мы это задание. То есть, по сути, мы можем сейчас мгновенно выполнить все это задание. Можно будет купить морковь, купить вот эту вот петрушку, яблоки и перепелиное мясо. Ну, давайте подождем, посмотрим. У нас должно уже, смотрите, растет 30 дней, растет 18 дней. То есть, морковь нам будет не нужна. А здесь какие? Биологические? Да, биологические продукты. А здесь у нас растет 280 дней. То есть, нам нужно будет купить 1000 килограмм яблок. Ну что ж, давайте мы тогда сейчас попробуем. Итак, яблоки органические. И нам нужно будет купить 1000. Ну, кстати, это небольшие деньги. Тут получится что-то в районе 8000. Давайте закупаем. Да, 8600 у нас получилось. Просто здесь ждать почти целый год. А мы можем от этого избавиться. Сейчас у нас привезут сюда яблоки. Петрушка. Петрушка, кстати, растет, мне кажется, очень-очень быстро. 29 дней, а морковка 18 дней. Ладно, вот машина приехала, выгрузила. Можно сейчас будет начать продавать. Давайте на паузе. Яблоки. Так, 1000. О, и цены тут выросли. Смотрите, мы потеряли всего лишь 500 рублей. Зато мы с вами выполнили второй пункт нашего задания. Перепелиное мясо 450. Мне кажется, у нас уже много есть перепелинового мяса. Давайте мы его... Смотрите, 160 и цены сбавляются. Сделали мы немножко. Так, цены здесь подросли. На козье молоко отлично. Капуста. Ну, давайте мы ее тоже продадим. И цены на ржаную муку у нас, в принципе, стабильны. Все, что по максимуму, постараемся продать. Ждем, когда наступит зима. Не будем это продавать. Варенье все продадим лишь только зимой. Гречихи у нас прям очень-очень много. Кукуруза. Так, заканчивается крыжовник. И, ну, у нас этих продуктов прям огромное количество. Так, ладно, я думаю, мы сейчас подождем. Выполнят сейчас это задание. Здесь остается всего лишь 18 дней. А здесь вообще остается 6 дней до выполнения моркови. Интересно, когда нам дадут возможность расширить нашу территорию? Давайте посмотрим. Здесь усовершенствует здание. Ну, давайте, у нас денег все равно девать некуда. Покупаем максимальный размер поля. И купить новую землю пока что у нас недоступно. Видимо, это заблокировано сценарием. Морковь. Урожай собран. Ну, что ж, друзья. Давайте мы тогда сейчас продадим органическую морковь. Нужно будет обязательно смотреть, чтобы галочка была вот так. Что? Пришла осень, большинство культур дает урожай. Работа на полях постепенно заканчивается и наступают морозы. Хорошо. Я не помню, сколько нам нужно будет продать моркови. Ну, давайте все продадим, пока у нас цены максимальные. Так. И у нас... А! 5 тонн нужно. Ладно, ждем, когда у нас дособерется здесь оставшаяся морковь. По петрушке 4 дня у нас остается. И тогда мы тоже выполним все. Вот, смотрите, петрушку мы на пике цен сейчас продадим. И должно у нас выполниться было задание. Смотрим. 2 тонны нужно было. Не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, может быть, еще его дособерут. Посмотрим, что у нас еще с органическими продуктами. Так, у нас льна прям огромное количество. Нам нужно будет сейчас перерабатывать лен. Давайте варенье... Нет, не выгодно будет продавать. Еще немножко перепелов. Ну, смотрите, у нас, да, есть некоторые проблемы. Нам нужно будет докупить вот эти вот недостающие продукты, потому что их больше мы сделать не можем. Ну, давайте тогда докупать вот эту вот петрушку и вот эту вот морковь. Морковь нужно будет закупить 2,5, а здесь нужно будет 500. 2,5 и 500. Покупаем. Ну, и давайте продаем теперь петрушку. Вот у нас все 500 килограмм. Продаем, выполняем следующий уровень задания. Так, дальше продаем морковь 2,5 тонны и выполняем следующий уровень задания. И у нас остается только лишь, смотрите, 320, 100 килограмм перепелиного мяса. Ну, делается они примерно за 2 дня 40 килограмм. Следовательно, нам нужно будет подождать максимум 3 дня. Я думаю, что можно будет подождать, посмотреть, что у нас сейчас тут будет собираться. Много новых животных у нас рождается. Так что подождем, друзья. А у нас здесь начало производиться льняное масло. И не будем пока продавать, потому что наверняка следующее задание будет нам как раз о том, что нужно будет продать льняное масло и конопляное масло. Кстати, зря мы конопляное масло продавали. Вот еще 40 килограмм у нас. Это перепелов. И там остается прям совсем-совсем чуть-чуть. И у нас остается всего последнее задание. Нам нужно будет продать чуть меньше 100 килограмм перепелиного мяса. Я, конечно, могу его сейчас закупить и продать. Но я хочу подождать вот эти вот 6 дней, чтобы у нас доучилась вот та длинная наука, которая у нас учится уже 2 месяца. Ну и какие у нас проблемы? Так, неисправная машина. Давайте на паузе. Трактор Рега. Здесь уже было ожидание специалиста. Сейчас сюда приедет специалист. Давайте посмотрим, где он у нас расположен. Вот здесь у нас сломался трактор. Но я думаю, что сейчас его... А, все, его уже вот отремонтировали. Вернее, вот этот вот трактор Рега у нас сломался. Готово. 90% в том числе. Поле охваченной болезнью трава. Это мы уже не боимся. Мы знаем, что буквально через пару минут все это должно у нас пропасть. И перепелиные яйца. Еще 3 дня. Давайте подождем 3 дня. Я уверен, что у нас уже есть тот необходимый запас перепелиных яиц. Давайте вот 40 продаем. И еще 2 раза по 40 мы продадим как раз 2 дня. Каждый день у нас по 40 перепелиного мяса делается. Так, и мы завершили с вами курс. Отлично. Давайте теперь на обычной скорости. Все. Наверное, больше не нужно. Перепела. Посмотрим, можем ли мы продать перепелиного мяса. Пока еще не произвелось. Но там осталось буквально 50 килограмм. То есть 2 дня. И все, друзья. Мы выполняем с вами задание. Продаем последнее у нас перепелиное мясо. И нужно продать еще один вид мяса, который многие высоко ценят. Это дичь. Особенно популярно оленина и мясо дикого кабана. Для начала купи 20 оленей и 30 диких кабанов. Вот такое вот у нас, друзья, задание. Нам нужно будет купить оленину и кабанину. Кстати, кабанину это очень хорошо. Они будут давать жидкий навоз. Мы жидким навозом можем опрыскивать поля. У нас скоро наступит зима, поэтому давайте не задерживаться. По-быстрому сейчас посмотрим, какие нам дали новые виды зданий. Итак, коровник. Вот, небольшой свинарник нам дали для кабанов. Ну что ж, давайте посмотрим, куда нам можно будет приткнуть небольшие свинарники. Один вот сюда. Но неплохо бы. Лучше бы установить как-то вот сюда. Давайте мы установим свинарник здесь. И я думаю, что мы сделаем хитро. Мы продаем с вами всех коров. И закупаем с вами вот здесь вот всех оленей. Все. И у нас уже есть готовый специалист. Корма нужно будет сейчас назначить. Трава, яблоко, овес. Ячменя у нас нету. И кормовая свекла у нас есть. Интересно, сколько вот в одном таком свинарнике у нас будет возможность купить здесь диких кабанов. Что ж, давайте закупим. Кабанов, я так понимаю, 10 штук. Так, закупили. А нам нужно будет таких поставить еще два. Да, друзья, это интересно. Смотрите, нам в принципе, наверное, не нужны будут вот эти вот сараи. Можно будет их сейчас исключить. Тогда мы сможем сюда установить два дополнительных кабанятины. А 20 оленей, это прям совсем проблема. Потому что мы можем только по 4 оленя покупать. Нам нужно будет 5 вот таких вот ферм. Где их ставить, абсолютно непонятно нам с вами. Но вот здесь вот можно будет поставить. Да, давайте попробуем. И так, животные. А может быть у нас будут большие какие-нибудь фермы. Так, а большой свинарник мы установить не можем. Точно так же, как и большой коровник. Нам нужна годовая сельскохозяйственная школа, которую мы не изучили. Потому что там 365 дней ее нужно будет изучать. Необходимый курс для скотоводов, семена-практикум для разработчиков крупно-рогатого скота. Что ж, ладно, мы сейчас тогда изучим. Придется нам все-таки, друзья, ставить вот эти вот свинарники. Вместо вот этих вот наших овчарин. Людей я увольнять не буду. Я просто снесу эти здания, чтобы люди у нас остались. Раз, два. Теперь нам еще нужно будет купить два свинарника. Поэтому, смотрим, малый коровник, страусиные фермы, небольшой свинарник. Они должны у нас вот здесь вот идеально поместиться. Раз, два. Отлично, друзья. И на этом месте, ждем, мы назначим вот тех двух наших сотрудников, которых мы только что уволили. Самое главное, чтобы они не ушли у нас куда-то работать вот на теплице или еще на какие-нибудь другие производства. Но, скорее всего, они у нас уйдут. Это будет небольшая проблема. Курятник, курятник, курятник. Так, а что делать с коровниками? Я, честно говорю, даже и примерно не знаю. Давайте мы сделаем вот что. Продаем вот здесь вот всех коров. Здесь закупаем еще оленей. Так, ну, только лишь по четыре можно купить. И даем им весь тот корм, который мы с вами можем им предоставить. Вот таким вот образом. Здесь у нас как... А, мы здесь человека еще, кстати, не назначили. Трудоустроить. Да, не смогли мы с вами найти хорошего человека. Ну, придется, наверное, подождать, пока у нас здесь назначить хороших животноводов. Есть по растениям два свободных человека. А вот животноводами у нас реальная засада. Ну, что ж, давайте попробуем еще раз посмотреть. Есть животновод такой. Есть у нас животновод, который связан с садами. Простая животноводка. Ну, давайте хотя бы ее сейчас закупим, чтобы у нас животные не умирали. Итак, где у нас? Вот, София Яковлева. Назначаем тебя работать временно вот на это предприятие. Все, здесь у нас пошло уже производство. Смотрите, капусту привезли. Кукурузу тоже привезли. С капустой давайте проверим, хватит ли у нас. Итак, капусты у нас 6 тонн. Ну, наверное, неплохо. Продаем вот на пике цен квашеную капусту. Здесь у нас ржаную муку тоже продаем. 9 тонн клубники. Давайте все-таки 3 тонны продадим. Тем более пик цен пока что идет в конце рабочего дня. Все, отлично. Ну и ладно. И ждем тогда еще, чтобы назначить одного человека. Смотрите, у нас по растениям, по животноводствам. Во! Франциск Маслов у нас свободен. Давайте мы его тогда назначим. Я не знаю, откуда он у нас взялся. И почему он у нас гуляет, ничего не делает. Но это очень хорошо. Мы тем самым выполним вот это вот задание и купим 30 кабанов. Все, это задание мы, считай, сделали. И смотрите, у нас остается еще... Нужно купить будет 3 вот такие вот малые коровника. Куда их только вот установить? Ну, наверное, 2 вот сюда вот у нас смогут установиться. Давайте. 3 коровника, малых коровника. Итак, второе задание мы выполнили. И для того, чтобы выполнить первое задание, нам нужно достроить вот эти вот 3 наших новых коровника. Сюда мы можем уже назначать человека. Смотрите, тракторист, тракторист. Ну, сложно сказать. Наверное, это будет не очень выгодно. Но покупать людей... Давайте мы назначим тракториста пока что. Потом мы ее уволим. Следовательно, у нас просто избыток в настоящий момент трактористов. И сюда мы закупаем вот так вот по максимуму еще дополнительно оленей. Итого, у нас будет уже 12. Сейчас у нас здесь. Чтобы не было у нас простоя людей, чтобы трактористы у нас зимой хоть чем-то занимались, они у нас будут выращивать коров. И назначаем сразу же им еду, траву, яблоки, овес и кормовую свеклу. Все, сейчас у нас здесь начнется. Я знаете, что еще думаю? Нам нужно будет поставить здание для постоянных сотрудников где-нибудь бы в укромном местечке. Вот сюда, наверное, можно его еще установить один дополнительно. Для того, чтобы обеспечить сотрудников во все наши новые предприятия. Какие у нас здесь есть свободные? Еще два тракториста, к сожалению. Ну, смотрите, у нас нету нормальных сотрудников, кроме вот этой вот одной. По переработке и по животным. Давайте мы купим одну вот эту вот животноводку. Назначаем ее сразу же на это производство. Назначить. И прокачиваем ее в максимальный уровень. И, конечно же, здесь мы покупаем оленей. Тоже максимально. Назначаем все, что мы можем назначить. Готово. Ну, а здесь, чтобы не тянуть резину, давайте назначим какого-нибудь тракториста. Смотрите, у него здесь 5 из 5. Девушка. Давайте вот эту девушку мы с вами назначим. В принципе, у нас сейчас должно выполниться вот это вот задание. Лен, органический продукт у нас весь закончился. Что ж, я думаю, что закупим мы вот этот вот лен. Будем перерабатывать леное масло. И построй еще одну скотобойню, а затем продай на рынке 1500 оленины и 1050 мяса дикого кабана. Обязательно строить? Нет, не обязательно. Дело в том, что скотобойня занимает огромное место, а у нас по площадям расширяться нам, к сожалению, не дадут. Поэтому мы обманем эту игру и будем производить кабане мясо вот на этой скотобойне. Ставим кабанов. И сразу, чтобы побольше, вот так вот 6 штук, оставляем. По 4 штуки будем забирать для того, чтобы резать их. 10 кабанов завезли. Можно будет постоянно теперь вот пополнять. Интересно, как быстро они рождаются? Давайте очищаем и посмотрим, как быстро будут рождаться у нас кабаны. И у нас, посмотрите, как быстро. Небольшой свинарник, новые животные. Небольшой свинарник 3, тоже новые животные. Так что кабаны у нас рождаются очень быстро. И в переработку они поступают тоже достаточно быстро. Мы уже, наверное, наполовину сделали задание на 12% из этой 1000 тонны. Пришла зима, наступают первые заморозки. Полевые работы пока закончены. Теперь стоит сосредоточиться на здоровье животных и отремонтировать все машины после тяжелого рабочего сезона. Да, у нас поехал наш сотрудник. Нам нужно купить еще одного переработчика хорошего, если нам повезет. Вот. Во, есть. Отлично. Давайте, закупаем эту девушку и неплохо бы сразу их купить несколько. Так, выносливости животные тоже было бы неплохо купить. Выносливости переработка оставляем пока. Смотрите, у нас один из наших заводиков остался без людей. Поэтому в первую очередь мы сюда назначаем вот эту переработчицу. И ее прокачиваем по максимуму. Все. Она у нас будет производить скопившуюся здесь клубнику. А мы уже выполнили по заданию почти что 40%. Да, свиньи у нас, смотрите, как быстро прибавляются. Я иногда их подкупаю для того, чтобы отсюда забирали и увозили вот сюда вот на свиноферму. Но здесь у нас, в принципе, всего достаточно. Так, нам смотрите, что нужно сейчас прокачать. Годовую сельскохозяйственную школу для того, чтобы разблокировать новые здания. Поэтому давайте сразу же вот это. Пусть хоть будет целый год, но мы выполним это задание. Построим большие фермы. Мне кажется, они будут более у нас экономичные. И еще какие-то три ошибки. Клубника, клубника и черная смородина. Это все идет пока что штатно. 65% у нас здесь обработалось. Ну что ж, давайте я пока что послежу за новыми сотрудниками. Готово. Первое задание. Произведи тонну кабаневого мяса. Успех. Отлично. Давайте тогда за эту зиму мы займемся еще переработкой оленины. Итак, здесь мы по два будем забирать для того, чтобы у нас побыстрее получилось. И я буду просто олени подкупать. Давайте сразу же посмотрим. Так, двух забрали, двух купили дополнительно. Чтобы побыстрее у нас все производилось. А коровы? А коровы у нас нормально. Коровы у нас дают молока. И это важно, друзья. Дополнительно покупаем оленину. Ну все, я думаю, что у нас будет сейчас хорошее снабжение. Пошло уже 4%. Малина, клубника, свинарник. Я даже страшно подумать, сколько у нас разведется свиней. Давайте очистить все. Черная смородина. Лен у нас заканчивается. И черная смородина. Тоже некому там работать. Давайте посмотрим, сколько нужно будет на лен потратить. 31 тысячу. Мы можем позволить себе такие деньги. У нас уже есть 3 миллиона. Мы с вами изучаем науку для расширения производств. И осталось лишь только поле черной смородины переработать. А здесь пока замороженные виды работ. Не могут они ничего сделать из-за того, что наступила зима. Навоза у нас просто огромнейшее количество. Поэтому я сейчас постепенно назначу вот сюда вот жидкий навоз на всю малину. Можно будет клубнику перевести тоже в жидкий навоз. Потому что у нас его прям очень-очень много. У нас, короче, в теплицах будет жидкий навоз. А на полях будет обычный навоз. Ну что ж, друзья, мы заканчиваем это задание. У нас остается всего 1%. И мы с вами все. Произвели всю оленину. Сейчас будем смотреть, что же нам скажут в следующем задании. Итак, друзья, мы с вами произвели всю оленину и автоматически выполнили главу номер 4, экзотическую роскошь. И у нас открывается новая пятая глава освоения пустошей, которые мы будем делать в следующей серии. А на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, поделиться ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok